Пошел такой вопрос, интересный, о необычном поведении пророков, пророков Танахи. Например, если вы почитаете Танах, книги Невиим, то Всевышний дает указания необычные пророкам, например, Ирмиягу должен был, казалось бы, ходить полуголым, чтобы показать, как, так сказать, знаете, визуальные средства, они очень сильные, что будет со временем после порабощения и разрушения храма. И пророк Ехескель, например, сбрил все свои волосы, да, и лежал на одной стороне, и много дней, и пророк Ушея женился на женщины с нехорошей репутацией, чтобы показать, у него родились дети, и чтобы, так сказать, он говорил плохо о еврейском народе на своем уровне, чтобы показать, как Всевышнему тяжело наказывать евреев. Возникает вопрос, действительно, как это могло быть, да, и какие-то необычные действия. Во-первых, очень хорошо, что люди интересуются Танахом. Во-вторых, есть два подхода к этому. Первый подход – это подход Нахманида, Рамбан. Рамбан говорит, что пророчество – это не предсказание будущего просто, не fortune telling, то, что называется, а эти некие духовные корни и духовные механизмы. И для того, чтобы их привести в этот мир, иногда нужны действия. И если пророчество связано с действием, то оно всегда осуществляется. В нем есть дополнительная сила. И поэтому многие пророки связывали свои пророчества с действием. Что если в пророчестве есть действие, то оно осуществится. Например, почему это так важно? Потому что всегда есть возможность, что пророчество не осуществится. Почему пророчество не осуществится? Потому что евреи могут раскаяться. Даже если, например, Невуат Пуранут – плохое пророчество, то пророчество может не осуществиться, потому что евреи раскаются. Но если оно сопряжено с действием, то такая вероятность, надо сказать, намного меньше. Усиливает силу пророчества. И так же Нахманит интерпретировал действия праотцов. Что праотцов – значит Маса, вот Симан, Лебаним. Что действия праотцов – это как бы Симан, это некий знак для их потомков. Обычно люди думают, что Авраам принимал гостей. Что это для нас знак, что мы тоже должны принимать гостей. Да, это, так сказать, в школе так рассказывают. Это не то, что это неправильно. Но Рамбан говорит, что это намного глубже. Что когда Авраам принимал гостей, он сотворил некую духовную реальность. Да, повлиял на, так сказать, генетическое ДНК, духовное душу своих потомков, что они принимают гостей. И то же самое, например, почему Авраам не хотел ничего брать у царя с дома. Он сказал, ничего, даже шнурки не хочу брать. А у сфараона он взял много денег, золота и серебра в Египте. Почему? Для того, чтобы создать духовную реальность, что когда его потомки выйдут из Египта, они собирали, они могли взять золото и серебро у египтян. И много других примеров. Это подход Нахмонида. В то же время Маймонид, Рамбан, говорит об этом по-другому. Например, опять же, в той же главе Лех-Леха он говорит, что все эти необычные вещи, это были Мар-Ота-Невуа. И Нахмонида с ним не соглашается, мы не будем входить, это не наша тема. То, что видение Якова, это лестница, и гости, которые пришли к Аврааму, это все было в пророческом видении. И пророк Армияву не ходил полуголым, и все остальные вещи. И пророк Ушея не женился ни на какой женщине в физическом мире плохого поведения. Это огромные галактические проблемы. А все это было пророческое видение, чтобы пророк почувствовал до конца, так сказать, то, что ему нужно передать людям. И, как говорится, Диврей-Эли, Диврей-Эли, и этот подход, и этот подход, это разные грани истины. И в том и другом случае мы очень далеки от мира пророчества, можем, так сказать, от того мира, в котором жили пророки, потому что мир стал намного менее духовным, более материальным. Поэтому нам нужно больше концентрироваться на духовных механизмах и, так сказать, месседж, то, что называется, то, что тем духовным посланием, которое несут нам пророчества. Пророчество – очень сложная вещь. И даже то, что нам кажется просто, это сложно. И поэтому нужно уметь это учить из хороших источников и пытаться этим проникнуть. Я вам приведу простой пример. Всем рассказывают, и, так сказать, это правда. Я это слышал много раз, что у пророка Сахария сказано, что вот будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима, и это будет, так сказать, предтеча избавления. И вот мы видим, как это осуществилось. Это совершенно верно. В Иерусалиме живет миллион человек, из них большинство евреев. Это потрясающая вещь. И, наверное, на каком-то базисном уровне это осуществление пророчества. Что ждут сложного? Сложное то, что там сказано у Мишантамба и Адама. Они все будут держать посохи в своих руках. И Гмара в трактате «Псахим» да в самих хэт, посмотрите там, говорит, что это речь идет о воскрешении из мертвых. Да, что эта вещь намекает на приход Ильяуана Ви и воскрешение из мертвых, которое еще не случилось. Поэтому просто хочу вам показать как пример, что пророчество – это сложная, комплексная вещь. И поэтому обязательно нужно изучать книги пророков с классическими источниками и концентрироваться на духовных механизмах, которые пророчество нам открывает. Спасибо.